В студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели», программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненинского округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. В Государственную Думу внесен проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. При принятии данного закона отпадает необходимость заключения договора между Ненинским округом и Архангельской областью для исполнения госполномочий на территории округа. Депутаты-единороссы предложили установить одинаковый размер компенсации многодетным семьям взамен земельного участка, независимо от того, где проживает семья – в городе или на селе. Депутаты считают, что будет справедливо сделать ее размер одинаковым для всех – 1 миллион рублей. За состоянием законсервированных и ликвидированных геологических скважин необходимо установить контроль. В собрании депутатов Ненинского округа ведется работа по подготовке обращения в адрес правительства Российской Федерации по этому вопросу. В Государственную Думу внесен проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Свои отзывы на законопроект до 31 октября должны представить все субъекты. Законопроект был рассмотрен на заседании прецессионного комитета в собрании депутатов Ненинского округа и одобрен депутатами на сессии. Законопроектом совершенствуются механизмы организации взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации – федеральных, региональных, муниципальных. Продолжает выстраивается модель единой системы публичной власти на территории каждого региона. Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является глава с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. Указывается, что глава субъекта осуществляет руководство исполнительной власти в регионе и определяет систему и структуру региональных исполнительных органов. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательства органа субъекта Российской Федерации устанавливается пять лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта Российской Федерации, независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами предполагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте. В законопроекте отражены также принципиально важные для Ненинского округа моменты. Ну и для нас, как для жителей округа в первую очередь, как для законодателей, интересна поправка, которая напрямую затрагивает взаимоотношения Ненинского автономного округа и Архангельской области. Если говорить о предыстории, то в 90-м году субъектам Российской Федерации было дано право на самоопределение, так скажем, это сложносоставные субъекты. Этим правом воспользовалась только Чукотка. Ну и после принятия Конституции в 93-м году Ненинский автономный округ вошел в состав Архангельской области, так называемый сложносоставной субъект или субъекты матрешки. Ну и, соответственно, в 94-м году мы были обязаны по закону Российской Федерации заключить договор о разграничении полномочий между Архангельской областью Ненинским автономным округом. И вот в течение 27 лет мы эти договоры уже заключаем. Последний был заключен в 2014 году. По этому договору в округ вернулись все полномочия. Но сегодня, еще раз повторю, та поправка, которую предлагают законодатели, и то, как мы ее видим, полномочия в сложносоставных субъектах будут исполнять именно автономные округа. Соответственно, тут необходимо понимать, теперь мы будем не обязаны заключать договор, теперь мы будем вправе его заключать, то есть, если какие-то полномочия мы не сможем исполнять. Ну и прежде всего мы считаем, что после того, как будет принят этот закон, последуют поправки в бюджетный кодекс Российской Федерации, по которому на сегодняшний день у нас особый порядок зачисления налогов. Соответственно, часть налогов у нас уходит в Архангельскую область. Это то, о чем мы постоянно говорим, это более 7 миллиардов рублей, которые смогут остаться в бюджете Нинецкого автономного округа. Но я повторю, что это еще проект федерального закона. Есть в понятиях у нас небольшие сомнения. Мы в отзыве своем это отразили. Это именно те полномочия, которые мы сможем исполнять. То есть, ну, они есть разные, так скажем. Поэтому будем ждать 9 ноября. В первом чтении будет рассматриваться проект в Государственной Думе. Ну и в последующем, я думаю, что он будет принят. Напомню, Нинецкий автономный округ входит в состав Архангельской области и является при этом полноценным субъектом Российской Федерации. В настоящее время округ выполняет государственные полномочия на своей территории в соответствии с договором, который подписывается главами Архангельской области и Нинецкого автономного округа. В Наринмаре за круглым столом обсудили реализацию международного проекта «Дети Арктики». Мероприятие прошло в рамках плана основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператором во всех мероприятиях в рамках председательства выступает фонд «Росконгресс». Участие в круглом столе приняли председатель и депутаты собраний депутатов Нинецкого округа. Проект «Дети Арктики. Дошкольное и школьное образование» стартовал в феврале 2017 года в США, в штате Аляска. Включен в план действий рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию на период 2017-2019 годов. И впоследствии продленный период председательства Исландии и Российской Федерации. Проект «Дети Арктики. Поддерживают Россия, Канада и Финляндия». Он направлен на оценку исследования экспертами стран-членов Арктического совета наиболее успешных практик в области бесплатного, дошкольного и школьного образования для детей коренных малочисленных народов Севера, обеспечения изучения национальной истории, родного и государственного языка, а также получения и сохранения знаний о традиционном природопользовании. Участников круглого стола в Наринмаре поприветствовал председатель собраний депутатов Нинецкого округа. На Арктику сегодня с пристальным вниманием смотрит вся мировая общественность. Эта территория не только с колоссальными экономическими возможностями, но и с суровыми условиями уникальной природы. Говоря о будущем любой страны, любого региона, любой территории, мы в первую очередь говорим о подрастающем поколении, о наших детях. И будущее арктических территорий, безусловно, во многом зависит от того, какие условия сегодня мы создаем для жизни, образования, творчества, развития способностей и талантов наших детей. Александр Лутовинов также отметил, что вопросы образования детей Арктики требуют особого внимания государства, в частности, детей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Мы должны обеспечить равные возможности развития ребят, проживающих в арктических регионах. Особенно в сельской местности и ведущих вместе с родителями кочевой образ жизни, сказал спикер регионального парламента. Среди участников круглого стола российские и иностранные спикеры, в том числе председатель рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию, заместитель директора Департамента международного сотрудничества и технологического развития регионов Дальнего Востока и Арктики, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Абидат Магомедова. Советник руководителя Федерального агентства по делам национальности России Анна Полежаева, директор управления по циркумпулярным делам организации по делам Севера Канады Сара Кокс, генеральный директор Ассоциации оленеводы мира Андерс Оскал, старший советник Министерства образования и культуры Финляндии Павло Петри Ахонин, а также многие эксперты по различным направлениям обсуждаемые темы, которые принимали участие как в режиме видеоконференц-связи, так и очно непосредственно в Наринмаре. Подготовили программу повышения квалификации для педагогов, которые работают в кочевых школах. По речевой среде тоже подготовили рекомендации, методические рекомендации для педагогов и для родителей, это для дошкольных образовательных организаций и для образовательных учреждений, а также тоже для родителей. Потому что вот если нет речевой среды, естественно, если даже мы будем обучать их языку, изучать в школе в качестве предмета, то все равно результата будет очень мало. У нас сегодня более 180 авторов, это детские авторы со всей России, и идея такая, чтобы предложить партнерство по созданию книг для детей, про детей Арктики, про местный быт, колорит, потому что мы все живем в одной стране, а получается, что наши дети не знают, что происходит в соседнем регионе. Мне кажется, это очень интересная тема, которая была бы интересна не только в одном регионе, но и для детей, допустим, в крупных городах, в других регионах, в том же самом Сочи, например, чтобы посмотрели, как дети учатся, что такое кочевая школа, потому что вот мы этого не знаем. Международный проект «Дети Арктики» серьезно нацелен на исследование и оценку лучших образовательных практик для детей и числа коренных народов Арктической зоны и просветительских мероприятий на обмен опытом между государственными участниками проекта. Жители округа смогут получать льготы по транспортному налогу в беззаявительном порядке. Соответствующие изменения приняты в окружной закон на очередной 39-й сессии Собрания депутатов Ненинского округа. Законопроект на сессии представила председатель постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. Законопроект разработан в целях обеспечения беззаявительного порядка предоставления гражданам налоговых льгот по транспорту. Напомню, что в соответствии с окружным законом о транспортном налоге отдельные категории граждан освобождены от уплаты транспортного налога за одного зарегистрированное транспортное средство соответствующего вида объекта налогообложения – рековые автомобили, мотоциклы, снегоходы и так далее. В первом чтении законопроект был принят на июльской сессии Собрания депутатов. Далее он был доработан. У налогового органа возник вопрос по правоприменению для конкретных категорий, которые имеют льготы. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей, ребенка-инвалида. Почему? Потому что в понятии физическое лицо нет такого родителей. Поэтому нам пришлось с налоговым органом прорабатывать данный вопрос. Было проведено несколько заседаний. Принято решение о том, что освобождение от налога будет сделано для каждого родителя, как мамы, так и папы, воспитывающих в многодетной семье и воспитывающих ребенка-инвалида и совместно с ним проживающих, каждого вида транспортного средства. Коим будут относиться – это легковые машины, это бураны, это лодки, аэросани там. То есть каждый вид транспортного средства. Кроме того, в 2014 году в окружном законе была прописана норма о том, что для использования льготы необходимо водительское удостоверение. Таким образом, если мама не имеет водительского удостоверения, то она не могла освобождаться от налога. В настоящее время мы исключаем данную норму, и поэтому у нас каждый родитель, независимо от того, имеет он водительское удостоверение или не имеет, будет освобождаться от уплаты транспортного налога. На Октябрьской сессии регионального парламента закон был принят во втором чтении. Он вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. За состоянием законсервированных и ликвидированных геологических скважин необходимо установить контроль. В собрании депутатов Денинского округа ведется работа по подготовке и обращения в адрес правительства Российской Федерации по этому вопросу. Вопрос о необходимости провести обследование и ввести контроль за состоянием скважин, находящихся на учете в нераспределенном фоде в Ненинском округе, подняла депутат окружного собрания Татьяна Федорова. В целом за историю освоения природоресурсного комплекса Российской Федерации был накоплен огромный фонд скважин, как ликвидированных, так и находящихся в консервации, горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, находящимися на территории как распределенного, так и нераспределенного фонда НЕТР. В настоящее время их техническое состояние не поддерживается надлежащим образом, и они представляют серьезную потенциальную опасность для окружающей среды и населения. На территорию округа у нас имеется скважина, пробуренная в период 60-х, 80-х годах, и за техническим состоянием, которое практически на сегодняшний день никто не следит. И это может привести к какой-либо экологическим последствиям. Я начал изучать существующие законы Российской Федерации, которые регулируют право или предусматривают, каким образом установлен порядок контроля. И приходим к выводу, что юридически ни за кем не закреплена ответственность за состояние таких объектов. И вот поэтому мы подняли такой вопрос. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, ЭПК и экологии, в Ненинском округе за весь период георазведочных работ пробурено более 1700 скважин. Из них в нераспределенном фонде недр, по данным Федерального агентства по недропользованию, числятся 194 скважины, из которых 19 являются потенциально опасными. В последний раз работы по подготовке и проведении инвентаризации скважин, составлению базы данных по скважинам, выполняли в 2005 году. Аналогичная ситуация сложилась и в Республике Коми. «Сохранность и безопасность за состоянием скважин, которые находятся в нераспределенном фонде, это и касается характерной данной проблемы и для других регионов наших соседей, где проводились работы георазведочные. И поэтому мы эту проблему решили вынести на рассмотрение нашей парламентской ассоциации по северу-западу». Были проведены рабочие встречи и совещания с Департаментом природных ресурсов «Экология ПК» при участии представителей Севзапнедра, Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Ненинскому округу и Печорского управления Ростехнадзора. Все стороны поддержали актуальность данной проблемы и отметили крайнюю необходимость обратиться в правительство, чтобы решить ее на федеральном уровне. «Но юридически должны нести ответственность государства. Но у государства должно быть кто конкретно должен нести ответственность. И здесь на кого возложено провести своевременный мониторинг, выявить проблемные участки, провести работы их по ремонту, восстановлению, чтобы не допустить какие-то экологическим последствиям. Мы проводили ряд совещаний на уровне Департамента природных ресурсов. Чтобы не быть голосом, давайте я приведу, наверное, все многие помнят, Кумжинское месторождение. Проблема безопасности, экологической безопасности, она до сих пор до настоящего времени решена. Что мешает, на мой взгляд, я буду говорить свою точку зрения, так как, наверное, два фактора. Первое – нет юридической ответственности на лица, и второе – отсутствие финансирования. На уровне правительства Российской Федерации нужно разработать порядок организации контроля, кто должен выполнить работу по переконсервации или выполнению ремонтных работ, и каким образом осуществляться должен технический надзор, периодичность проведения этих надзорных функций, и не просто осмотр, а именно проведение обследования технического состояния, и, безусловно, определить источник финансирования. Вот эти вопросы мы поднимаем и обращаемся к правительству Российской Федерации, чтобы разработали порядок. Суть нашего обращения сводится к следующему, чтобы было разработать порядок и источник финансирования. Обращение собрания депутатов Ненецкого округа будет рассмотрено на конференции парламентской ассоциации Северо-Запада и после принятия решения по существу будет направлено в правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов с просьбой провести техническое обследование скважин для предотвращения негативных явлений и увеличения объема финансирования на данные виды работ. Предположительно, эти работы можно провести уже в следующем году. Программу строительства жилых объектов в Ненецком округе обсудили на заседании постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. До конца 2021 года планируется ввести более 11 тысяч квадратных метров жилья. По информации исполняющего обязанности руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Павла Масюкова до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 4 дома. Это многоквартирные дома на улице Рыбников, на пересечении улиц Полярной и Пырерки, на улице Авиаторов и в поселке Искатели на улице Россихина. Всего 199 квартир. В следующем году планируется завершить строительство многоквартирного дома на пересечении улиц имени Ленина и Первомайской. В этом доме 41 квартира. В 2022 году также сдадут жилой дом на улице Авиаторов, а это 143 квартиры и дом в поселке Искателей на улице строителей, 95 квартир. Кроме того, запланировано строительство двух домов в Шойне. Руководитель профильного департамента отметил, что для комплексного жилищного строительства в 2023-2024 годах рассматриваются под застройку 4 участка в городе Наринарии и поселке Искателей. Депутаты обратили внимание представителя профильного ведомства на необходимость увеличения темпов строительства на селе. В свою очередь, Павел Масюков пояснил, что основная проблема в выделении земельных участков на местах. Для ускорения процесса депутаты рекомендовали главы муниципалитетов провести инвентаризацию земельных участков и бесхозных построек в поселениях. На заседании был поднят вопрос о реализации окружных законов, который предусматривает предоставление жилых помещений по договорам соцнайма для отдельных категорий граждан, в том числе гражданам старше 65 лет, многодетным семьям, инвалидам 1-й и 2-й групп, оленеводам и чумработницам, приемным семьям, ветеранам и инвалидам боевых действий. Всего, по данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинецкого округа, в очереди на сорт жилье в Нинецком округе состоят порядка 250 человек. Также на заседании говорили о строительстве специального жилого фонда. В планах Департамента строительство дома под эти цели на лесозаводе. Необходимо также предусмотреть строительство спецжилья и насилия. Проблема со специалистами там стоит достаточно остро. Комиссия рекомендовала профильного ведомства предоставить до рассмотрения проекта окружного бюджета в собрании депутатов измененные порядки по подпрограмме «Социальная поддержка и улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности». Депутаты-единороссы обратились к губернатору Нинецкого округа Юрию Бездудному с рядом предложений, направленных на решение жилищной проблемы. Обращение на имя губернатора стало итогом совместного заседания трех фракций – «Единая Россия», окружного собрания депутатов, Совета Заполярного района и Совета поселка Искателей, которое состоялось в Наринмаре. Как отметили участники заседания, в последнее время до 90% всех обращений к депутатам связаны с жильем. Больше всего вопросов поступает по переселению из ветхого и аварийного жилья, предоставлению участков многодетным семьям, строительству жилья для оленеводов. Еще один острый вопрос связан с размером компенсационной выплаты, которую могут получить в соответствии с окружным законодательством многодетные семьи взамен предоставляемого им участка для строительства домов. Сегодня она составляет 1 миллион рублей для жителей Наринмара, 600 тысяч рублей для поселка Искателей и 450 тысяч для жителей сельских населенных пунктов. По итогам обсуждения жилищной темы депутаты-единороссы предложили внести ряд поправок в окружной бюджет на 2021 год. В частности, парламентарии предлагают уже в этом году предусмотреть 150 миллионов рублей на компенсационные выплаты гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах. Еще 50 миллионов предполагается выделить на компенсационные выплаты многодетным семьям, которые изъявили желание получить деньги вместо участка для строительства дома. Третье предложение касается выделения дополнительных 20 миллионов рублей на финансирование региональной программы строительства жилья оленеводам на селе. Единороссы предлагают запланировать такие же суммы на аналогичные цели в бюджете Ненинского округа на 2022 год и на плановые 2023-2024 годы. Еще одна новация касается размера компенсации многодетным семьям взамен земельного участка. Депутаты считают, что будет справедливо сделать ее размер одинаковым – 1 миллион рублей для города, поселка искателей и сельских населенных пунктов. Предполагаемые меры помогут снизить остроту жилищной проблемы в регионе. Депутат окружного парламента Анна Булатова приняла участие в работе Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ненинском округе. На заседании обсудили итоги летней кампании оздоровления детей и молодежи, в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В этом году дети выезжали на оздоровление за пределы округа в Краснодарский край и Ивановскую область. Для отдыха школьников также были созданы все условия и непосредственно на территории региона. В Ненинском округе в летние школьные каникулы работали лагеря дневного пребывания с двухразовым питанием на базе 28 образовательных организаций. В них отдохнули и получили новые знания и навыки 1718 детей. Из окружного бюджета на эти цели было выделено порядка 24 миллионов рублей. Кроме того, в округе в летний период были организованы малые формы занятости и досуга молодежи, в их числе акция «Культурные каникулы», «Инженерные каникулы», которые проводил Кванториум, различные спортивные мероприятия. Всего в них приняли участие более 6 тысяч детей. Более 740 несовершеннолетних были трудоустроены. Рабочие места ребятам предоставляли организации не только в Наринмарии, поселке Искатели, но и в окружных селах. Как отметила председатель постоянной комиссии по социальной политике окружного собрания депутатов Анна Булатова, вопросы летнего оздоровления и трудоустройства ежегодно рассматриваются на заседании постоянной комиссии в региональном парламенте. В дальнейшем контроль за организацией летнего отдыха и оздоровления детей будет усилен, подчеркнула депутат. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова